Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сегодня за парты сели более 126 тысяч самарцев. Впервые школьный порог переступили почти 15 тысяч первоклассников. Губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина поздравили школьников с Днем Знаний. В Самаре отметили 80-летие Куйбышевского района. Лучшие работники предприятий получили благодарственные письма и подарки. В Самаре закрывается движение трамваев по Галаксионовской в районе пересечения с Красноармейской. Зато откроется на перекрестке улиц Красноармейская и Фрунзе. В областной столице продолжается строительство станции метро «Театральная». Сегодня за парты сели более 126 тысяч самарцев. Впервые школьный порог переступили почти 15 тысяч первоклассников. Но в школы отправились не все ребята. Некоторые из-за проблем со здоровьем День Знаний встретили на больничной койке. Поддержать школьников в больницу Середавина приехал губернатор Дмитрий Азаров. Он пообщался с ребятами и вручил им подарки. Девчата, так случилось, что 1 сентября вы в больнице встречаете, но ничего в этом страшного нет. Нужно пройти процедурки, нужно здоровье сейчас немножко восстановить. Маленькие пациенты отделения нефрологии больницы Середавина и их мамы делегацию во главе с губернатором Дмитрием Азаровым встречают с удивлением. Говорят, не ожидали получить поздравления с Днем Знаний в больничных стенах. Самарская область поддержала проект фонда «Круг добра». В регионе созданы команды спортивных амбассадоров, деятелей культуры, которые 1 сентября посетили учреждение здравоохранения Самарской области, где проходит лечение дети с тяжелыми заболеваниями. Чтобы поддержать их в трудный жизненный момент, вручить подарки, приуроченные к празднику. В регионе таких учреждений семь. Три из них находятся в Самаре, два в Тольятти, по одному в Сызрани и Новокуйбышевске. В отделении нефрологии проводят операции по пересадке почек. После процедуры дети какое-то время находятся в больнице, проходят лечение, чтобы организм не отверг пересаженную почку. Здесь же проводятся процедуры гемодиализа. Такие отделения в регионе существуют с 1989 года. За это время более сотни детей получили второй шанс на жизнь. Это дети с хронической почечной недостаточно на заместительной почечной терапии, то бишь гемодиализ и перитениальный диализ. У детей в основном врожденная патология. И сейчас ребенок на госпитализации после трансплантации родственной почки от матери. Света учится в пятом классе, любит математику, но пока находится на домашнем обучении. Говорит, с нетерпением ждет, когда снова сможет сесть за парту. Я очень рада, что так началось первое сентября. Илья, нравится учиться? Да, нравится. Хорошо. Как тебе здесь? Хорошо. Конечно, хорошо. Врачи заботливые, замечательные. Мама рядом. Конечно, хорошо. Сейчас процедурки пройдете и за новыми знаниями. Илья первое сентября тоже встречает в больничных стенах. Мальчик учится в четвертом классе, его любимый предмет – русский язык. Нет, конечно, такого первого сентября мы не ожидали. И не ожидали вообще никого увидеть. Ну, для нас шок. Пока дети находятся в больнице, к ним приходят учителя. В лечебном учреждении для этого оборудованы учебные классы. Большое внимание в Самарской области уделяется сфере образования. По национальным проектам образования и демографии в городе открываются новые школы, оснащаются учебные классы, ведется ремонт учреждений. Благодаря вовлеченности и при активном содействии главы региона реализуется программа обновления пищеблоков и школьных столовых. Реализуются подходы школьного инициативного бюджетирования. Виктория Шарая, события. Торжественные линейки в День знаний сегодня прошли во всех общеобразовательных учреждениях областного центра. В 79-ю Самарскую школу в этом году пришли 73 первоклассника. Поздравить ребят с началом нового жизненного этапа приехала глава города Елена Лапушкина. Она сама окончила 79-ю школу. О знакомстве с первым учителем и первых шагах в мир знаний репортаж Ольги Павловой. Они долго готовились, выбирали наряды, делали прически, заказывали самые красивые цветы для своего первого учителя. Виктория Кузнецова сегодня первокласска. Чувствует себя совсем взрослой. Утром она впервые смогла взять на руки своего домашнего любимца. Я его беру просто вот так вот обычно за лапы и иду с ним куда надо. А сейчас хочу его вот так поднять. Ну то есть ты уже выросла и можешь поднимать кота, правильно я понимаю? Да. В этом году в 79-ю Самарскую школу пришли 73 первоклассника. Уже 4 сентября они сядут за парты. Именно в этот день для них прозвенит настоящий первый звонок. Ну а пока еще есть время побегать, посмеяться и до торжественной линейки поиграть с аниматорами. Я вам скажу, вы удивитесь. Я в эту школу пришел, когда я только открыли первый класс. Вот это да. И у меня сегодня 50-летний юбилей. Поздравить ребят с началом нового жизненного этапа приехала глава Самары Елена Лапушкина, которая сама окончила 79-ю школу. В рамках всероссийской акции «Спасибо учителю», которая приурочена к году педагога и наставника, она вспомнила и поблагодарила своих учителей. Я желаю вам в новом учебном году, конечно, новых побед. Я, конечно, желаю вам друзей, новых открытий, новых знаний. Предлагаю вам задуматься уже сейчас, кем вы будете в дальнейшем. В городе, в регионе, в стране так много делается, чтобы вы могли развить абсолютно все ваши способности, все ваши таланты. Пользуйтесь этим. И хочу попросить вас быть патриотами. Патриотами своей семьи, своей школы, своих друзей, города, страны. Особое поздравление в адрес педагогов и учеников прозвучали в год 50-летия учебного заведения. Много лет в 79-й школе работает этнографический музей «Русский дом». Ученики ведут активную работу в направлениях волонтерства и тему русского движения. В 2021 году здесь состоялось открытие «Парта героя» участнику боевых действий в Афганистане Юрию Голубкову. По анализу результатов государственной аттестации, в 2023 году школа 79 попала в топ-10 лучших результатов по русскому языку. Прошлый учебный год у нас действительно был полон достижений. И мы об этом говорим, мы об этом знаем. Это и прекрасные результаты наших выпускников 11-го класса на ЕГЭ. У нас три медалиста окончили школу. У нас есть 100 баллов по русскому языку среди выпускников 11-го класса. Впереди у нас новый учебный год, а значит это новые достижения, значит это новые успехи. За последние три года педагоги школы приняли участие в различных конкурсах профессионального мастерства. В их числе учитель года Самарской области. Большая работа в общеобразовательном учреждении ведется по поддержке молодых специалистов. Они получают помощь в методической и организационной работе от опытных педагогов-наставников. Стоит отметить, что 79-я школа находится в районе с хорошо развитой инфраструктурой. Недавно вблизи учебного заведения был открыт новый детский сад. Это позволило обеспечить малышей Кировского района дополнительными местами в дошкольные учреждения. К учебному процессу в 79-й школе Самары, как и во всех учебных заведениях города, приступят в понедельник. В этом году в 11-й класс перешли 23 выпускника. На торжественной линейке в День знаний они дали напутственные слова первоклассникам. Хотелось бы пожелать просто не бояться и идти вперед. Все будет классно, отлично. Тебя всегда помогут, поддержат. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. На площади Славы состоялась передача городу новых автобусов. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Всего для города в 2023 году закупили 50 новых автобусов белорусского производства. Чем оснащены машины и когда они выйдут в рейс, расскажем в нашем сюжете. Водитель автобуса Вадим Челышков завтра в рейс выйдет за рулем новой машины. Мужчина признается, что уже успел оценить ее движение. Мягкая, плавная, хорошо вписывается в повороты. Комфортное сидение, которое регулируется по разным параметрам. Отдельно отмечает преимущество того, что кабина водителя отделена от пассажирского салона. Сейчас кабина отдельная и гвалт, ну люди все равно шумят немножко, отрекают. Сейчас ты в тишине сидишь и более внимательнее относишься к твоему труду. Всего в Самару поступило 50 новых автобусов белорусского производства. Сегодня состоялась передача городу новых машин. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Все автобусы оснащены всем необходимым для комфортных поездок. Пандусы для маломобильных граждан, световые табло и кондиционеры. Почетные гости тоже смогли оценить салоны новых автобусов. Во всех автобусах есть бегущая строка, чтобы люди видели какой это маршрут. То есть по последнему слову техники все полностью, все 50 маршрут. В этом году новые автобусы получили и другие города региона. А до конца 2023-го планируется передать всем муниципалитетам области еще более 300 новых машин. Важно очень грамотно этим распорядиться, выстроить диспетчеризацию, выстроить интервалы движения, для того, чтобы людей общественный транспорт радовал, а не расстраивал. А качество этой техники такое, что, конечно, я уверен, удовольствие на ней работать и, конечно же, пользоваться. После торжественной церемонии машины отправились в парк, чтобы готовиться к выходу на маршруты. В основном новые автобусы будут обслуживать Красноглинский и Куйбышевский районы города. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. 2 сентября в 18.30 на главном стадионе Самары Крылья Советов сыграют с факелом. Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта. По окончании матча дополнительные трамваи номер 11 и 12 будут ожидать любителей футбола на конечной остановке Самара-Арена, уточнили в городской администрации. Также к остановке улицы Алматинская подадут дополнительные автобусы под номерами 1, 34, 41 и 67, следующие в сторону проспекта Кирова. На остановке улица Дальняя пассажиров также будут ждать доп. автобусы номер 1 и 67, которые довезут болельщиков до мехзавода, управленческого, Красной Глинки и Крутых Ключей. В городском департаменте транспорта сообщили, что перекрытие автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. На следующей неделе в историческом центре Самары ограничат движение трамваев по улице Галактионовской. Проезд запретят от перекрестка с улицы Красноармейской. Связано это с продолжением строительства станции метро Театральная. Актуальные задачи обсуждали во время профильного совещания в мэрии под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Одновременно с закрытием движения по Галактионовской трамвай решено пустить по улице Фрунзе. Ранее транспорт туда не ходил, так как проезд по Красноармейской был закрыт, а со следующей недели его откроют. Там идет трамвай, две полосы по дорогам, одна в сторону вокзала, другая от вокзала в сторону города и два пешеходных перехода по обеим сторонам. С целью обеспечения они будут закрыты с козырьком, чтобы в данной ситуации это обеспечить безопасность движения пешеходов. Во время совещания говорили и о завершении работ на перекрестке улиц Вилоновской и Галактионовской. Рядом с одним из корпусов технического университета специалисты продолжают ремонтировать канализационный коллектор. Как отметил первый вице-мэр Владимир Василенко, подрядчик нацелен закончить работать до 10 сентября, включая восстановление благоустройства на участке. Также на следующей неделе наметят ориентировочную дату переврезки водовода диаметром 800 мм. Это участок в районе дороги по перекрестку Вилоновской и Галактионовской. Пока дату старта работ еще не определили, но когда станут известны подробности, то в один из уикендов на пересечении двух улиц изменят схему движения. Временное ограничение появится в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской. Там вместо четырех полос дорогу сузят до двух. До середины сентября подрядчик ресурсоснабжающей организации должен справиться с ремонтом и модернизацией всех 18 теплосетевых объектов. Особое внимание теплотрассам и восстановление благоустройства в районе учреждений образовательной сферы. Обо всем подробнее в нашем сюжете. В этом сезоне в Самаре перекладывают теплотрассы на 18 основных объектах. На всех участках подрядчики монтируют трубы повышенной прочности и герметичности. Они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, которая при минимальной утечке способна определить место повреждения трубопровода с точностью до 1-2 метров. Это позволит в кратчайшие сроки направить бригаду для ремонта и предотвратить аварийную ситуацию. На 15 объектах завершено устройство монтажных схем. Восстановление благоустройства продолжается. На трех участках – на улице Губаново, улице Каховской, а также в районе перекрестка улицы 9 Мая и переулка Корякино – устройство монтажных схем планируется завершить до 5 сентября, после чего участки также приведут в порядок. На совещании в профильном городском департаменте были озвучены замечания в адрес некоторых подрядчиков. В основном это касается доставки материалов на объекты и увязанных с этим сроков завершения работ по ремонту и техническому оснащению теплотрасс в ряде локаций. Все вопросы урегулированы, дата согласованного взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией. Речь шла и о текущих работах в исторической части города. На Волжском проспекте требовалось обновить трубы диаметром 800 мм. Работы на Волжском проспекте входят в завершающую стадию. На сегодняшний день готовность объекта составляет свыше 90%. 80% уже отдано под восстановление благоустройства. Это территория вдоль ГРЭС и Иверского монастыря. Крайний срок сдачи оставшегося отрезка – 5 сентября. Самый сложный этап был прохождение через туннель, который еще Фонвакана построил на певзавод. Сейчас оба трубопровода вместе с гильзами через данный участок протащили. В данный момент начинается подготовка к соединению двух этих частей на двух камерах на одной и на другой стороне дороги. По словам первого вице-мэра Самары Владимира Василенко, согласно сетевому графику, с объекта должны уйти 15 сентября. Однако исполнители нацелены на то, чтобы уже 8 сентября в полном объеме закончить работу на Волжском проспекте, в том числе привести в порядок проезжую часть и обеспечить проезд автотранспорта в обычном режиме. На совещании в преддверии 1 сентября Владимир Василенко особое внимание уделил работам на тех объектах, которые находятся на территории школ и детских садов или в непосредственной близости от образовательных учреждений. Здесь в первую очередь рабочие восстанавливают благоустройство после вскрытий. Все рабочие варианты, которые сегодня были под протокол разобраны, я полагаю, в данной ситуации мы все выполним. По объектам социальной сферы, это касается школы и детских садов, 1 сентября везде обеспечено по благоустройству. Также первым заместителям главы города обращено внимание на необходимость наведения чистоты на объектах, где ведутся работы. В части их организации руководство мэрии напомнило подрядчикам и о возможности трудиться в режиме 24 на 7, чтобы не допустить срыва обозначенных сроков. Подготовка к отопительному сезону должна завершиться своевременно, чтобы при первой необходимости начать пуск тепла, сначала в объекты соцсферы, а затем и в жилые дома. Напомним, в этом сезоне в этот процесс должна включиться и строящаяся котельная в Куйбышевском районе Самары. Строительные работы идут по графику. Специалисты отмечают высокую готовность объекта. Полностью подключены ресурсы в части газоснабжения и водоотведения, сделаны переврезки. Позаботились и о благоустройстве. Реализация этого проекта крайне важна для горожан. Современная котельная позволит обеспечить стабильным теплом порядка 35 тысяч человек и предоставить качественные услуги теплоснабжения различным организациям, находящимся в районе. В Куйбышевском районе отопительный сезон начнется по старой схеме – через котельную КНПЗ. Но после завершения пусконаладки новой котельной будет плавное переподключение потребителей на нее. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других темах. В пятницу 1 сентября в 5.40 утра в Самаре на улице Мариса Тореза 45-летний водитель Веста при перестроении не уступил дорогу служебному полицейскому автомобилю Нивы и столкнулся с ним. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области. Полицейские отмечают, что в этом ДТП пострадавших нет. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. Появилась версия причины огненного ДТП в Тольятти, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Самарской области. В четверг участником аварии стал 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-3302, ехавший в начале 9-го вечера по обводному шоссе в направлении Санчелеевского. По предварительным данным, он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2174 под управлением 46-летнего водителя, который ехал по обводному шоссе с левым поворотом на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. При ударе машина воспламенилась и сгорела. В пресс-службе областной полиции сообщают, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. А водитель автомобиля ГАЗ-3302 был доставлен в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение. Самара заняла третье место среди самых красивых летних городов России. По данным сервиса бронирования отелей и квартир возглавила рейтинг «Сочи». За него отдали голоса 33,5% россиян. На втором месте оказалась Ялта, набравшая 33,33% голосов. А Самару выбрали в качестве самого летнего города-курорта 16,67%. Также в пятерку рейтинга вошли Казань, за которую проголосовали 12,5% участников опроса, и Кисловодск, которому достались 8,33% голосов. Еще 4,17% респондентов назвали красивым и ярким городом Светлогорск. В этом году учащимся начнут прививать любовь к труду по закону об обязательном трудовом воспитании. С 1 сентября школьников смогут заставлять убирать классы, мыть парты, работать на школьных субботниках, дежурить в столовой и высаживать цветы и деревья. Закон о трудовом воспитании вступил в силу еще в августе этого года. По нему школьников могут привлекать к труду, не спрашивая согласия их родителей и их собственного. В Госдуме рассказали, что школьникам не доверят такое опасное занятие, как мытье окон, однако протирать парты в классе, мыть доску и полы придется. В Самарском районе в этом году отремонтировали 6 дворов, благодаря программе формирования комфортной городской среды. Принимали работы у подрядчика глава районной администрации, депутаты и местные жители. Новые современные детские спортплощадки и зоны отдыха увидел Сергей Кизоркин. Активист Ярослав Макаревич предложил соседям облагородить свой двор по Высоцкого-4. Для этого нужно было снести старые сараи, качели и убрать мусор. А на освободившейся территории обустроить парковку, беседку со скамейками, новую современную детскую и спортплощадки. Все получилось на славу. Теперь это любимое место встреч и отдыха всех жителей двора. Сейчас дети всех возрастов, кто есть. Я даже не знал, честно говоря, что у нас столько детей в дворе живет. Так вроде смотришь, они иногда ходят с родителями. А это прям, ну, где-то человек восемь, наверное, собирается. И у меня как бы дочка тоже вот два года тоже играет. Ну, детям, в принципе, всего хватает. Построить новый современный уютный двор удалось благодаря программе формирования комфортной городской среды, реализация которой на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подрядчик за три недели смонтировал все оборудование и постелил современное безопасное, нетравмоопасное прорезиненное бесшовное покрытие. Оборудование мы закупали в России. Прорезиненное покрытие производится в Самарской области, а детские комплексы на заводе в Санкт-Петербурге. Жители были достаточно вовлечены в процесс, поступали просьбы от жителей, все просьбы мы постарались учесть. Но, тем не менее, была четкая смета по данному проекту, поэтому все в соответствии со сметой было смонтировано. Проверить качество выполненных работ во дворе по адресу Высоцкого, 4 приехали представители администрации Самарского, внутригородского района и областные депутаты. Результатом остались довольны. Этим летом по нацпроекту в порядок в Самарском районе привели шесть дворов. Как мы договаривались с жителями, как мы им обещали, до конца лета все дворы по программе «Комфортная городская среда», все готовы, стопроцентная готовность. Проекты все абсолютно разные, потому что мы советовались с жителями, жители сами прорисовывали те картинки и те малые архитектурные формы, которые нужны, которые важны им во дворе. И все шесть дворов, все абсолютно разные. Ни один не похож на другой. В этом дворе комфортная обстановка. Конечно, довольна, потому что самое главное – это эмоции детей. Мы сейчас видим, как детям нравится, потому что появился тот уголок, где они могут просто поиграть. Наша самая главная задача – чтобы у наших детей было счастливое детство. И отрадно, что именно жители сами определяют, каким объектом появляться в том или ином дворе. На этом работа не заканчивается. В следующем году благоустройство дворов в Самарском районе продолжится. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Во дворце культуры «Нефтяник» прошел праздничный концерт, посвященный 80-летнему юбилею Куйбышевского района. Собравшихся поздравили глава Самары Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, депутаты Губернской и Городской дум. Выдающихся жителей наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками. Сергей Корчагин – настоящий представитель трудовой династии. Вся его семья работала на речном предприятии. В стране не остался и он. Начинал с должности помощника-сварщика, а теперь стал капитаном караванной службы. Его команда следит, чтобы суда комфортно переживали зимовку. Живет и работает Сергей в Куйбышевском районе. За верность и многолетний доблестный труд мужчина получил благодарственное письмо из рук главы города Елены Лапушкиной. Во-первых, я житель Куйбышевского района. Во-вторых, рядом с домом. Во-вторых, интересная работа. Флот. Раньше мы ремонтировались. В Затоне стояло около 100 единиц флота. Мы их все ремонтировали. Это очень интересно. А я тем более мастером был, старшим мастером. Это надо все обеспечить, все снабдить, чтобы люди работали. Таких же достойных людей наградили в честь 80-летия Куйбышевского внутригородского района Самары. За плодотворную работу, достижение высоких результатов трудовой деятельности, за многолетний безупречный труд на благо города им были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила собравшихся с днем рождения района. И сегодня, пользуясь случаем, стоя на этой сцене, я бы хотела сказать особые слова благодарности, признательности, и уважения жителям Куйбышевского района. Вы не только трудитесь на своих рабочих местах и только решаете какие-то свои личные вопросы, но вы умеете объединяться. А в этот период времени, сейчас, это крайне важно. Очень важно всем показать, что мы едины. Показать всем силу нашего духа и нашей доброты. Куйбышевский район был создан 10 августа 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР на месте бывшего пристанционного поселка Кряж, поселка Засамарская Слобода и прилегающих к ним земель в связи с необходимостью строительства здесь нефтеперерабатывающего завода. А теперь он разрастается и преображается. За несколько лет здесь были обновлены более 40 дворовых территорий. Такие общественные пространства, как сквер Речников, сквер имени Куйбышева, Ерик Парк. Реализация проектов стала возможной благодаря активному участию жителей в нацпроекте «Жилье и городская среда», губернаторскому проекту «Содействие» программам инициативного бюджетирования. Благодаря реализации нацпроектов «Образование, здравоохранение и демография», инициированных президентом России Владимиром Путиным, и поддержке главы региона, в Куйбышевском районе ведется строительство новой школы на 1100 мест и нового отделения 10-й больницы. Готовится к открытию новый бассейн. «В Куйбышевском районе есть куда развиваться сегодня. Здесь уже говорилось и будет сказано еще немало о тех переменах, изменениях, которые происходят в регионе, в Куйбышевском районе в том числе. Я рад, что за последние годы нам удалось существенно продвинуться вперед». На праздничном концерте поздравления от официальных лиц перемежались с номерами от творческих коллективов Куйбышевского района. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Это история о приключениях, которые выпали на долю обычного деревенского мальчишки, сорванца по имени Нильс. История о взрослении, взаимопомощи и дружбе. В День знаний юным самарцам представили спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями». Постановку увидела Светлана Кудрявцева. «Стойте! Стойте! Подождите! Сейчас упаду! Я сейчас упаду! Ты кто ты вообще такой? Я Нильс! Я держал тебя за хвост, чтобы ты не улетел с дикими гусями!» В Самарском театре «Кукол» отметили День знаний. Детям представили спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями». Среди зрителей – ребята, которые пошли в начальную школу, в том числе первоклашки. «Ну что такое День знаний? Праздник, который продолжается трудовыми буднями. Много работы, много нужно сделать, много успеть. И поэтому 1 сентября мы стараемся сделать красивым, праздничным и радостным». Гостям праздника представили историю о приключениях, которые выпали на долю обычного деревенского мальчишки-сорванца по имени Нильс. Он оказывается в старинном замке Глименхейм, в городе кораблей Карлск-Кроне и в волшебной стране Лапландии, где можно встретить волшебников. «Это история о взрослении, о том, как маленький хулиган и не очень, в принципе, такой хороший человек, пройдя через множество приключений и испытаний, обретает мудрость, доброту и становится хорошим. В этом спектакле используются разные системы кукол, то есть планшетные куклы, тростевые куклы, марионетки, маски, современные видеоэффекты, проекция прямая, обратная. То есть мы старались сделать этот спектакль очень зрелищным, чтобы на современного, достаточно искушенного зрителя это производило хорошее, приятное впечатление, это было интересно». Праздник устроили для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей семей военнослужащих. «Мой муж сейчас находится на передовой, и вот нас пригласили, чтобы мы как-то развеялись. Спасибо большое, кстати. Хоть немножко отвлекемся. Вообще прям здорово, понравилось. Особенно, когда мы вышли с машины, и нас здесь встретили персонажи, прям дети были в восторге, нафотались». На праздник пригласили 250 человек. Для детей приготовили сладкие подарки. Светлана Кудрявцева, Петр Пламеев, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале напоминает, что ко дню знаний можно оформить выплаты для учащихся Самары. Единовременные выплаты родителям близнецов, двое и более детей, зачисленных в первый класс. Новая мера поддержки – ежемесячная выплата выпускникам педагогических классов, поступившим на очную форму обучения в региональные вузы и СУЗы, в год окончания школы на педагогические специальности. Ежемесячная выплата студентам, обучающимся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения. Администрация Самарского района поздравляет всех учащихся с первым сентября. Это время новых знаний, открытий и достижений. День знаний – особенный праздник, который всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Совместно с сенатором Российской Федерации Фаридом Мухамедшиным, депутатом Губернской думы Светланой Ильиной и начальником управления ГИБДД Главным управлением ВД России по Самарской области Юрием Некрасовым районные власти поздравили учеников, родителей и учителей третьей гимназии с этим прекрасным днем и пожелали им успехов в новом учебном году, высоких результатов, достижений и интересных открытий, а также приняли участие в разговоре о главном. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской напоминает, что на дворе первый день осени, а значит и начало нового театрального сезона. И публикует афиши театров, расположенных в областной столице. Самарская театральная сцена в сентябре порадует жителей и гостей города яркими премьерами. Балет «Барышня и хулиган» в Самарском академическом театре оперы и балета. Сентиментальная комедия «Бабочки свободны» и рок-фантазия «Ви» в театре-мастерская. Подробно с репертуарами театров можно познакомиться на страничке телеграм-канала «Там выложены афиши». На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова